Да, друзья, в общем, всем еще раз привет. Мы возвращаемся в игру. Да, 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 сейчас я вот. Да, привет. Здравствуй, я остаюсь с тобой. Я узнал. Да, ты остаешься все-таки? Да. Хорошо. Так, ну, в общем, всем еще раз привет. Мы продолжаем смотреть вместе с Жотым Медведом игру Rising Stars против Orange в рамках турнира Red Bull eSports Champion League. Это у нас первый еще только в полуфинал. Уже почти 10 утра в Киеве. Мы только первый полуфинал досматриваем. И, надеюсь, лагов у нас не будет, а если будет, то их будет немного. После чего мы, скорее всего, посмотрим, после этой игры, скорее всего, мы посмотрим матч LGD против DK. Это второй полуфинал этого турнира. Вот. Так, пикабаны у нас пока тут проходили, пока мы смотрели очередной видос от Крокодайнера. Ну, точнее, это все старые баяны на самом деле, просто некоторые еще не видели, но видео достаточно забавные. Стоит отметить. Тут в первой стадии забирают разник Stars и Antimaga. Очень неожиданно. Да, причем на ФП Айм заезжает. На, в первой стадии. И шеду демонам ответили, на это Orange. Как нельзя, кстати, этот герой пришелся против Antimaga. Да, частенько выберут. Вернее, против Orange Razor. Не понравился он, Rising Stars. Ну, кто, опять же, да, спрашивает, мол, чего шеду демон против Antimaga? Ну, из-за Monobreak, в первую очередь, в начале игры очень неприятно, когда тебя прячут. Две иллюзии, там, минус мана почти вся сразу. А в лейте они еще нарезают неплохо. В лейте можно еще и спрятать с этими иллюзиями. Да, 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 да. Если хорошо все получится, если вовремя расконтролить, то да, суппорты там тоже очень сильно проседают. Возможно, опять будет агрессивная трипла у Orange с VR-кой. VR-ка сенкинг шеду демон. Ну, тут вообще все интересно. Получается, Beastmaster в хардлайне будет стакать аншотов, скорее всего. ДК-амиды, АМ, да, в легкой. Ну, типа того. Я думаю, если Orange прочитают этот момент, а они должны прочитать этот момент, они просто моментально должны заблочить спаун аншотов. И на этом, как бы, веселье прекратится безудержное у Разик Сарса. Либо так, либо они просто ставят свою триплу на хард, а соло какой-то герой стоит снизу. Они вроде как синты. Я еще не настолько опытный, чтобы понимать. Зелененькие — это синты, да? Да, да, да. Но я тоже, на самом деле, часто путаю, только вот по цветам как-то ориентируюсь. И то не всегда. Вот, значит, они отправят свою триплу наверх, а против Beastmaster отправят стоять соло низ какого-то героя. И получается, Beastmaster со своим стаками эншентов провалится, либо будет стоять соло на соло, явно в проигрышной для себя ситуации. Да, сейчас выясним. И тем более гонять антимага с шедоу-демоном. Смотри, шедоу-демон прячет антимага, когда он пытается добить крипа, Цинкинг копает, Верк связывает. А антимагом нет. Просто план по захвату вселенной. А даже без Верк, вот просто, что Ду Диан спрятался, Цинкинг подкопал. А антимагу уже очень неприятно. Да, также вот предлагают, например, триплу с Деканик, Сом, Рубиком и Beast в миде, например, антимаг в легкой форме. В смысле, в сложную вот триплу, что подправилось. Вот, вот, Лон Деруид — это тот самый герой на соло легкую, который отправится. Ну, в общем, первая версия, которую мы по лайнам с Rising Stars, скорее всего, была верной, потому что героев разобрали именно так, Эйр в мид. Это XTT Hardline, два суппорта SuperXDD и, кся, вот уже фармящий. Ну, а у Orange, Огайо опять на Windrunner, да, будет в сложной. Муши в миде, скорее, на Alchemy. Да, да, да. Соло мид будет Alchemy. И соло-изи будет куху на Лондруиде. В принципе, ничего необычного не придумали, все достаточно читаемо, вот, даже до конца пиков, такой ретард, как я, например, про все догадался. Ну, вот, сейчас посмотрим, опять же, вот, про этих Эншентов. Мне очень интересен этот момент, то есть, догадаются ли одни и придумают ли что-то с этим другие. У меня, кстати, почему-то Dota TV звук выключился, у тебя там, проверь, есть облачко в Dota TV? Dota TV, нет, у меня его не было никогда сегодня. И вот, я в этом забывал, вспоминал, вспоминал. Вот это еще мне подстава. Ну, давай, короче, делай. Все, вроде бы, да. Включил. Да, все окей. У меня просто только что было и пропало, опять же, бывают такие баги всякие в Dota TV, так что, друзья. Слава, ну, на запись это никак не влияло. Ну, только русские зрители, которые купили билет, возможно, купили в недоумении. Я думаю, они уже распечатали твою фотографию, повесили на стену и кидают в нее дротики. Они уже продали билет. И смотри, что делает Rising Stars. Они просекли задумку с Solo Easy лон друидом и сами пошли стоять против него. Потому что, действительно, против такой, ты плыешь, шеду демоном с Инкингом Иверг, и стоять на антимагии не очень приятно. Он бы там не очень вольготно себя чувствовал. Так, я вот... На самом деле этот расклад хорош для... Для кого? Для Оранжи хорош. Несмотря на то, что так поставили, все равно это вполне неплохо. Так, ну вот бестмастер... Не бестмастер, блин, в легкой это, не знаю, на самом деле. Трипла с АМом. Да, все-таки решили подмудрить немножко. Смоки заходят, хотят на блоке крипов поймать его. Потому что они думают, что... Ага, ну, они думают, что лон друид думают, что бестмастер будет блокить крипов, поэтому пойдет... Ну, вместе с крипами они ставят будут под вышку. Сейчас они его тут как раз и хотят принять. Но у них может это получиться. Они, кстати, у них есть вард? Да, вот они ставят этот агрессивный вард. И медвежонок не успеет спалить медвежонок смог. Скорее всего, здесь куху отъезжает. Да. Это ферстблат. Вот его еще подрезают здесь. Еще по тычке, я думаю, сбросятся. И антимаг... Нет, все-таки Рубик забирает. В общем, Никс танканул. Ксего тоже немножко танканул. Скажем, вылазка удалась. Шалость удалась, вот сейчас говорят, да. И, смотри, прибежал такая скорая помощь. От Нета на Шаду Демоне. Который подобрал эту руну, скорее всего, наверху. И прибежал, типа, стоять вместе с Лондруидом. Потому что сверху там хватит Верки с Сентингом сполна. Да, вот меня интересует в миде это противостояние двух милишников. Причем, одному милишнику вообще не в кайф тут стоять. Это ДК, который от тучки проседает. Да, ну, так смотря на его армон, это тучка. Вот как раз-таки тучка против него неплохо работает. Потому что вот вроде у него есть бонусный армор, но вроде как его его сразу и нет. Потому что там идет снижение брони 3, 4, 5, 6. И урон там физический вроде от тучки. А смешанный урон от тучки. Ну, в любом случае, очень неплохо заезжает. Верка тем временем на топе. Забрали. Причем он умер как-то очень близко. Я успел на его труп. И вот эта лужа крови, она лежит. Она пролита очень близко. То есть, видимо, боковал Бесмастер на Верку. Ну, мы это видим по ХП в Верке. Да, и вот смотри, что тут тоже продолжает харасьть Медведя. Понимает Медведь, что будет его сейвить на этот случай чего. Но тут все равно кулдауны на самом деле на скиллах. Хотя нет, на телекинезе большой. Вот подкопа 11 секунд. Но все равно достаточно большие кулдауны. Я тут думал, что поменьше. Телекинез там вообще восемнашка. Ничего себе. И не меняется. Что-то только-только я обратил внимание. Вроде ему поднимали кулдаун в телекинезе. Вроде пятнашка была. Мне так что-то помнится. Ну, может, может. Плетается себя вот тут же формить на топ. Вот эти перестановки туда-сюда. Они, конечно, на руку Оранжем. Потому что Оранжи никуда не уходящим с Интингом забрали Бестмастеры. Ну, а Медведь снизу, он никуда не будет уходить. Да, Медведь он будет тут в любом случае стоять дальше. Он никуда действительно деваться отсюда не собирается. Антимаг полетел на топ. Я думаю, Антимаг в принципе тоже тут не слишком-то много потерял. Но, скажем, перспективы для него тут лучше, чем то, что потеряет. Да, да. Раскручивается он. И выживает, потому что болт к нему приехал. Тут он точно отопьется. Залетает еще тычка от Рубика. И хотя бы смотри сейчас под облачком. Пью, пью. Очень больные тычки. Еще бы одна. Еще один удар там крипа. Может быть и умер бы Рубик. Ну, там вторая тучка. Там у Рубика серьезно был минус армор. Действительно. И вот той тычки от Таура там хватило бы с головой. На эти 69 или сколько у него было здоровья. 90 у него было здоровья. И поэтому не хватило бы тычки от Таура. Так, погоди, погоди, погоди. У тычки 110 урона. У Рубика два брони, один. А снижение брони четыре. То есть там минус три. А ты не думал про тип атаки? Тип армора геройский. Там, кстати, да. Там какой? 75% наносится или сколько? Вот скорее как-то. Вот я не уверен, но точно не 100. Не, ну просто там все равно. Ну, армора было бы меньше, чем единичка, чем ноль. И поэтому коэффициент был бы серьезный. Ну просто обычно... Вот обычным героем наносят около 65-70. Ну там со всеми арморами. А у него было 90. Ну, может быть, конечно, не хватило, кстати. Ну что нет, ладно. Ну такое, такое, в общем. Тут можно было... Пока, короче, Рубик не подставится с 90 хп под Тауэр, под тучкой, мы этого не узнаем. Там уже зрители полезли, наверное, чекать и уже спамят, что ли. Да, нет, да, нет. Ну, короче, опять же, мнение публики разделили. Ну было две ветки, две ветки было. Так, смотри, тут сейчас убивает Рубика, судя по всему. И антимаг пришел посмотреть. Ну, антимаг тут, кстати, может попытаться отжать, конечно, шеду демона. И топоры вроде неплохие. И действительно много демджа вносят. Кстати, шеду демона непонятно, зачем спрятать именно себя. И антимаг сейчас тут будет умирать! Нет, антимаг успел уйти! Зачем он спрятал себя? Он прячет шеду антимаг... Ну смотри, Никс по троим! Красава! Все тут могут быть. Топоров, правда, нет пока у бестмастера. А у нас 10 маны. Ну, виндранерка, а у него фейзы... Фига, у него быстрые фейзы. Ну, ты сейчас Никс, смотри, забегает. Хотел Никс там еще от флейщика. Ты прибежал и убил еще и Санкинга. Нормально, слушай. Да, очень тут хорошо для Rising Stars получилось. Шеду демон, блин, я был разочарован. В ситуации, когда шеду демон убегает от двоих, он может спрятать антимага, и... Они бы убили антимага, и шеду демон бы ушел. Получилось все вообще нехорошо. Антимаг остался жив, он еще сделал потом фраг на VRQ. Антимаг в шоколаде, а должен был быть отнюдь не в шоколаде. Так, ну сейчас, правда, вот эта тусовка в центре четырех игроков РС, она не слишком, конечно, для них хорошо может сказаться. Ух, смотри, в смоке они выходят. Там пока вот эта тусовка была, нижний лайн уже почти упал. И почти в известию ку-ху, следующий заход по-любому будет удачный, уже не будет глифа. И сейчас эти три героя, они хотят забрать этого ку-ху, у него пятый левел, нет шестого, значит, нет формы, и, возможно, у них это выйдет. Да, причем Мишка вот сейчас палит подходы из лесу, забегает Рубик, нету Вижена, нету Вижена. В лесу Рубик. Да. Рубик спалился по-дурацки, потому что у него-то есть сапог, а у них-то нет. Так что им надо было в одной линии, по любому случаю, находиться. Ну, вообще, вот эти пробежки под лесом, мне кажется, они к чему хорошему не приводят, потому что враг-то стоит, грубо говоря, вот здесь где-то, и ты, когда бежишь вот так под лесом, он тебя увидит первее, потому что крипы вот отсюда дают вот такой вижен. Не проще ли забегать вот по какой-то такой траектории, то есть вот забегать с другой стороны леса? Да-да-да, нормально. Ну, это так, мои, да, тактические наработки, но, в принципе, я думаю, тут было вариантов побольше зацепить, потому что, опять же, да, вижен появляется раньше, врага, чем у тебя. Ладно, что у нас там на топе? На топе у нас сейчас ВР-очка начинает пушить лайн, у вышки уже полстолба нету, в миде тем временем продолжается у нас противостояние ДК и Алхимика. Алхимика чуть лучше крипстат, но не настолько, чтобы Драгонайт начал нервничать. Бестмастер улетает, бестмастер улетает. Он летает у нас на топ, у него нету еще шестого, и шестой у него появится, вот, кстати, скоро, потому что сейчас он пятый себе поднимется, этих крипов. Алхимик уже купил себе Chainmail, то есть это опять... Опять Мека, да. Опять Мека, но уже в исполнении ДРО и команды. То есть, видимо, это какая-то мета-гейм, азиатская, Алхимик с Меккой. Да, но причем... Мека-гейм и нападение на Алхимика в ульте. Нет, у Алхимика... У него ульта закончилась, вот в чем дело. Сейчас можно было попытаться зацепить, но опять потрясающий Шекл! Правда, кара пассирует. И третий... Мертвый, да, все, хорошо. Погибает товарищ. Мерл прокачан на три шедо-поизом, как раз хватило. Чтобы убить. И сейчас снизу упадет Тауэр у Rising Stars. Потому что Медведь сейчас его убьет. Так, вот, небольшой автопик. Друзья, в Nexen League, да, там были лаги большой Вилата. Она уже закончилась. В финале, если кто не в курсе, если кому интересно, победила команда FXO, FXOpen. И они получают поездку в Сиэтл. Ну, не на турнир. Ну, в смысле на турнир, да, но в качестве зрителей. Оплачиваем поездку в Сиэтл. На самом деле, это много бабла, так что... Да, она ценная, наверное. Она очень ценная, типа Америка сидела. Они там двинетлили с отелем. Там же условия-то, как у игроков, наверное. Ну, там да. Тем более, я думаю, что такая лига, как Nexen, они не в шалашах будут своих игроков, своих победителей держать. Я думаю, они туда же, где игроков. А игроков-то там вроде бы нормальные. Я, кстати, еще, да, я еще не смотрел, куда нас там будут селить. Но там вроде серьезное заведение. Там в этом году будут нас селить чуть ближе к офису Valve, чем в прошлом. Не знаю, на что это намеки, но вот решили в этом году именно так поступить. Говорят, в финале были Putsch и Mipa. Ну, Mipa я видел, да. Mipa, кстати, привел к успеху команду FXO. Так, тут у нас тем временем, опять же, я смотрю, у нас становится чуть больше с каждым мгновением. А, они-то разменялись. Да, они-то разменялись. Ну, нет. Здесь уже без 400 голды Мека. По графикам уже 3500 оранжи ведут, а по XP чуть больше 1000. Ну, там антимаг ничего не фармит. Вот в чем проблема. У антимага 26 крипов, и он вообще ничего не может подобивать, несмотря на то, что у него есть там щиток, но его постоянно пробивает, постоянно харассит. У него нет спалшилда на шестом уровне. Даже первого, ну, лол. Тут же и Сент-Кинг, и Виндранер, там, извините меня, ну, третий яд. Третий яд. Ну, короче, 600 дэмиджи, грубо говоря, из ниоткуда можно схватить. А антимаг без спалшилда. А он мог еще и умереть тогда, если бы что-то демного спрятался, и было бы совсем плохо. Здесь Урса топнул на бейсмастера, замедлил его, не схватили. Оранж. И Оранж собирается в пятером с медведем. Мага будет спрятать сейчас. Нет, копает его. Никс тут скорее на рефлексе, скажем, копнул. Потому что надобности особо критичного там не было. Там успевал убежать АМ. Цирклетка лежит у Сент-Кинга в стэше. Стратежная. Не, ну цирклетка это... Это самый полезный артефакт в доте. Особенно если он в стэше. Дорого, не дает ничего. Зато он в стэше лежит, все нормально. Минус таверов. Лазерный старт. Мишка, второй тавер для него, насколько я понимаю, и открываю быстренько Нетворс. Видим, что медведь, несмотря на то, что это второй тавер для него, он находится на третьем месте по фарму среди своих соотечественников. Но это не мешает ему быть первым среди врага по фарму. То есть он в любом случае нафармил больше, чем тот же Эйр, который стоял в центре все это время. Да, счет, счет спрашивают. Счет, друзья, у нас 1-1. Это решающая третья игра первого полуфинала. К сожалению, азиатские, ну в частности, организаторы именно этого турнира, они не в курсе. Они проставили серию в Бо-3, но они не проставили счет в серии. То есть у них какое-то своеобразное мышление. Ну и ладно. Сверху нападение на ООО, Ахайо, и... Мансит, Мансит, 101, 102, ну немного неслаженно, да-да-да. Ну ты посмотри, вот-вот, результат налицо, просто получает по лицу. Сейчас Ксяо ту же, а что он далеко? А, там крик есть у бисмастера. Рубик, кстати, ворованным пауэршотом четвертого уровня, неплохо пробивает. Димагу придется очень сладко в этой игре, у него нет никаких намеков на Баттлфьюри. Ему хотя бы кольцо, чтобы можно было где-то леса подфармливать, потому что он сейчас без малейшего регена, он даже не может какой-то барыжный спаун вытанковать. Ему придется крипов только отводить, чтобы они впитывали урон. Да, докатился. Щитка не хватит. И здесь сейчас с Меккой у Муши могут пойти ломать Т1 на миде, очень легко, тем более закончилась форма Драгон Найта, и можно очень легко забрать. Оранжи это понимают, и в пятером тебе смещаются на мид, они очень легко вынудили Rising Stars отступить с топа, теперь они также могут их вынудить отступить с миды, забрать Тауэр и уже думать о Рошане. Ну там сейчас вот эта ранее Мека, опять же, да, у Алхимика, она сейчас позволит убить безнаказанно еще один, а то и не один Тауэр, и действительно возможно подраться на Рошане. Тем более Медведь, там уже очень сильно. У Медведя есть Клоака, в отличие от Антимага. А нет, Антимаг уже вкачал с Пол Шилтон, он, кажется, понял, что попахивает здесь подвохом каким-то. То есть Медведя уже с пламя особо не попробивать, не занюкать толком. Там 1300 хп, и действительно может не хватить дэмэджа. Смотри, здесь спину заходит Эр с Хастой, у него ульта через 5 секунд появится, и возможно будет какая-то инициация стороны Rising Stars. Наверное, даже тэпнется Антимаг здесь на эту Драку, потому что спушить он... Нет, он может спушить, и что-то не хотят, видимо, сбирать Т2, потому что Медведь битвы, многое, конечно, есть, но... Да и Rising Stars не напален. Ну, ДК там на Хасте, на самом деле мог побаковать, но далеко находилась его команда. Прикольно, кстати, Рубик натягивает шоколшот. Кстати, Рубик пауэршот, это очень хорошее подспорье Rising Stars, потому что это им дает хоть какой-никакой магический проказ, чтобы убить хоть кого-то из оранжей. Ну, там, получается, один только Рубик будет выдавать, тут 360, и сколько там наносит? Фейтболл 280. Короче, много, много очень. Фейтболл наносит. Да, да. Ну, и, следовательно, ДК еще будет с задувочкой, там Никс с каким-то Моноберном или Карапасем. То есть проказ есть для того, чтобы убить хоть кого-то. Но пока еще и не получается зацепить этого кого-то. Появилось то самое кольцо у Ксела тут же, теперь он может сформить лес, и иногда позволяет себе пофармить средний спам. Пока что не просесть. Да, да, просто пока у него есть возможность, он, конечно, пользуется именно крипами, которые бегают на лайне, но если его будут уже сильно поджимать, то, конечно, лес теперь будет ему под силу. В Смокис заходят оранжи, они уже метят на Т2 на низу, учитывая, что ХП там уже, видимо, медведь подгрыз в свое время, в миде тоже там уже, они всей командой подгрызли, и эти два Таура они могут забрать. Медальки у них вроде как нету, я не вижу ни у кого, значит, Рошана им особо нет резона убивать, они его будут слишком долго убивать, в отличие от Выжек. Защищать, которые Рейзинг Старс не планирует. Антимах у них вообще не герой, собственно. И вот такие вот залетные Рубики будут просто подходить и умирать. Рубик еще и развернулся там зачем-то. А медведь с Фейзами на такой стадии очень серьезный дамагер по Тауэрам. Да у медведя там еще 2 300, я не знаю, будет ли Радианс. Есть, на самом деле, заявочка на Радианс, тем более, что там есть, кого напрягать с этим Радиком. Не считаю, что Радианс лучшее решение, особенно когда есть антимаг, которого очень приятно башить и корнить. Не, ну бить и башить это всегда приятно. Бить и башить, да. Ну, Радианс, конечно, он хорош, но против антимага, если вдруг он отфармится, медведь с Радиансами не елась ничего. Да-да, вот есть такая тема. Но опять же, этот Радианс можно в случае чего разобрать и в Супер Баши превратить в тот же. Но, конечно, для медведя, для Саммона, это не самая лучшая покупка. В отличие от того же Алхимика, к которому это, в принципе, имеет смысл иногда делать. Купить быстрый Радианс, а потом в Лейте разобрать и купить. Смотри, здесь видят... Да-да-да-да, тут же забавно. А он думал, что его никто не видит, спрятался, подарил немного времени. О, Никс! Супер сыграл не супер, явно. Сейчас его подкопают, застанет и убьют. Ну, тут вообще-то без вариантов для этого Никс Ассасина. И Т2 Тауэр тоже сейчас умрел. У Бисмастера, кстати, вот артефактов, сейчас вообще практически нету. Ему хоть какие-то, не знаю, там, арканы или еще что-нибудь в этом духе. Потому что маны у него проблемы явные. И вот он... Нет, он купил себе бустер. Это будет агоним. Ну, тоже неплохо, в принципе. Вот умирает уже второй Т2 Тауэр. Сейчас отправится либо на Рошана, либо на топ-Т2. Скорее всего, топ-Т2, потому что медалек я ни у кого не вижу из команды Оранж. Так, ну, антимаг, конечно, пользуется моментом по полной программе. Уже неплохо, кстати, он подфармил. Он догнал практически Драгон Найта, хотя до этого он очень сильно отставал. Он неплохо подфармил, конечно. По сравнению с тем, что было, да, это намного лучше, скажем так. Смотри, даже Кентавр ему поселил. Если он фрифармит на линии в течение 10 минут, а уже 16 минут. Вообще, вот мы всегда постоянно, точнее, говорим, что тайминговый там БФ, ПТ, это там 15-16 минут у антимага появляется, если он нормально, хорошо фармит, если очень хорошо. Ну, конечно, но... Если очень хорошо фармит, то там, да, и пораньше бывает, там, 14 минут и так далее. Но вот ориентировка именно там, да, 15 минут, грубо говоря. Тут пока что ПТ есть, но половина только Battle Fury еще, так что есть еще куда, к чему стремиться этому антимагу. Но он пока вроде старается, потеет, и то, что антимагу сейчас дают волю, это, конечно, не слишком хорошо. Но не то, чтобы ему дают волю, в том-то и дело, что Оранджи, они не просто забили, они сейчас занимаются полезным делом. Они постоянно пушат тавура, они съедают уже последний тир-2 Тауэр. 18 минут. Т-2 Тауэр и, может быть, даже тэпнулся на Т-1 защищать. Ну, глифа у них, правда, пока нету. Может быть нет, потому что тэплся будут они поодиночке. Возможно, кому-то следовало бы уже на Т-2 прилететь заранее. Но, видимо, не собираются не защищать. Смотри, там Сент-Кинг даггер еще купил. Они хотят немного побить Т-3, либо спровоцировать на кучу ТП-шек от Rising Stars и уйти. Это уже, во-первых, получилось у них спровоцировать на кучу ТП-шек. Все, спровоцировали и разворачиваются, уходят, формят лес, формят лайны, формят снизу и не дают антимагу это делать и забирают Рошана с медалькой, которую надо бы уже купить. Она уже должна появиться хоть у кого-то. Уже ли нету? Не понимаю. Купил себе медведь Мелстрём. Медведю что нужно делать? Ему первый итем должен быть какой-то на скорость атаки. Потому что с фейзами медведь под демолишием очень быстро сносит ТВ-ран. На скорость атаки хороший артефакт в плане Майлстрома и потом в дальнейшем, когда Мьелнер 80 атак спидает. Мьелнер можно даже не дособирать вообще. Да, его редко дособирают, но бывает такое. Это когда уже, скажем так, основные артефакты типа Башера какого-то собран. Армлет раньше у нас еще был в тренде, сейчас он не слишком котируется. Но в любом случае артефакт на атак спид да, нужен категорически. Вот есть два варианта. Либо это сразу Гиперстоун с намеком на дальнейшую Кирасу. Вот сразу после Гиперстоуна собираешь Башер, который тебя усиливает. Без Гиперстоуна Башер не так хорошо. Ну, либо наоборот. А потом собираешь Кирасу. Либо Мелстрём, а потом Башер. И не дособираешь его в Мелнер. В общем, в любом случае у Оранжи сейчас дела идут в разы круче. У них все очень-очень хорошо. Они диктуют свою игру. Ты посмотри, сколько они нафармили. Они в полтора раза переформили команду Rising Stars. 20 300, да, и 31 с половиной тысяча. Это заявка серьезная, очень серьезная. И Оранжам главное сейчас не упустить этот момент, потому что таким преимуществом всякие мейки, плейтмейлы, ВР-ка с этим Форстом. Ну, сейчас смотри, ему же подставляется и... Нет, 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 его вытолкнули, засейвили. Я думаю... Там еще, если что, Сын Кинг с даггером залетит, если вдруг понадобится, то есть... Потому что... Да, там даггер, он без аркан, но с даггером. То есть, они Рошан атаку... Сын Кинг, который смог. Ну, смотри, кстати, упал Медведь. Если бы у Райзинг Старс не было бы так все печально с антимагом, и, допустим, он бы выформил свои ПТ БФ не к 20-й, как он у него сейчас, а минутик 15-й, кто же, все было бы немножко по-другому. Они бы так... Оранж бы так же диктовали свою игру, но... антимаг бы... Вот... По Нетворсу, он сейчас был бы там у него не 6 тысяч было бы, а уже 12 где-то. Но он бы... Да, он фармил просто в разы быстрее. Он бы себе дофармил минутик 22-й какую-то манту, а то и чуть раньше, и уже пришел бы в драку и приносил какую-то пользу. Но так у них нет никакой надежды. И ко всему прочему, то есть он бы и линию побыстрее спушивал, он бы там еще пару творов каких-то забирает. Да, и он бы спушивал, он заставлял делать ТП. Да, да, да. И если ты один Таур, они бы не стояли, вот как вот этот вот сверху с тремястами ХП. Вот, кстати, антимага как раз там и не хватает. И Алхимик тоже, кажется, понял, что там сейчас сможет нарисоваться вражеская команда, пришел отпушить лайн, четвертая тучка как-никак. Но на него сейчас могут вылезти. И причем Никс, если он не затупит и просто сразу копнет... Да, 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 да. Он должен так сделать. Ну, оба, хороо. Он делает так, да. И до ульты, до ульты успеть поднять, все застанет, все, да. Шарят, шарят пацаны. Муши. Просто много я видел Никсов, даже вот на таком уровне. Ой, 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 посмотри, еще нет подставляется. Шекл! Хорошо, шеклит. Сенкинг, кстати, без стика играет почему-то. Вот он какой-то такой вообще одноразовый. Знаешь, вот залетел и все, и пути назад нету. Я снимаю на песок, чтобы сделать его после подкопа, что Грубик не своровал. Потому что подкоп Сенкинга для Рубика это очень желанный скин. Да, без стика, конечно, ошибочно играть с Сенкинга, когда у тебя нет аркан-ботинок. Если есть арканы, то ладно, может быть, хорошо. Но стик все равно не помешает. Но уж даже без аркан, если ты выходишь в быстрый даггер, уж после того, как ты купил даггер, можно купить стик. Ну, ладно. Это такая помарка. Да, 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 небольшая оплошность. Владмир появляется у медведя. И слушай, при таком алхимике, при таком медведе Владмир еще, ко всему прочему... Просто заходят, ну, они стоят, кладется туча, и медведь бьет тавр. Без каких-либо приглядов. Да, потому что сложно будет помешать. Но, опять же, цеплять есть вроде как чем, но все равно сейвов там даже действительно много. Опять же, форстафа. Тот же, вот, disruption, просто disruption, и все. Потому что алхимика начинает вкусить, его прячут, он появляется, всем вешает люлей. Оп, и поехали. Алхимик под ультой кладется в поле, и давай-давай, месить. Да, тратится глипфортификация. Укрался поле в ответ, и вот это поле, оно... Ну, сейчас смотри, могут принять Рубика, да, Рубик проседает, сейчас он хоть бы телекинэс дал. Быстро связка какая отличная, у Никса и Драгонайт, Никс выживает, нет, медведь его... Ну там, антимаг прилетел, прилетел антимаг, должен сейчас еще... Безустофири, он абсолютно бесполезен в драке. Так, ну вот туда будет тут засадить, над тысячи две урона. Ну и все, минус антимаг. Антимага, антимага просто сейчас убьют, вот этот стан, да. Там сейчас без ульты Муша, может он умереть, но нет, он отходит. Вышку не потеряли, вот это, кстати, важно очень. Они потеряли антимага. Это тоже важно. И один из этих героев, это антимаг, который вместо того, чтобы фармить сплитпушить, он подрос югом. Это огромный плюс для оранжей. Сейчас они просто со вторым уже медведем заходят и попытаются свести еще больше КП Тауру. Свести Тауру, возможно, не хотят, не удастся. Размен с танами от Рубика и Алхимик. Да, я такое встречал где-то. Так, тут у нас дальше что? А, дальше внизу, кстати, его крепы даже вышку подпушили. Был бы там антимаг, я думаю, он бы мог и разобраться с этой вышкой спокойно совершенно. Но смотри, оранжи отступают, оранжи отходят, или нет? Видели вард? Да, да, да. Хитренький. Хитрец. ВРК, кстати, да, отменил АТП. Только что она пыталась улететь, и Рошан стоит. Рошан первый до сих пор стоит. Вот они, Аркан Мюцин Кинга. Вместо медали купил себе Арканы и Шедоу Гемон. Зачем ему Арканы давать их союзникам? Ну, возможно. Хотя, мне кажется, тут особо надобности, да, маны нет. Вот такой вот критической оранжей. Ну, вот серьезно, кидается стан, или влетает просто антимаг, прыгает с блинка, на него вешается медаль, фокус, минус антимаг, тут же. Эти Арканы, мне кажется, они не так полезны. Но, что-то я привязался к этой медали, наверное, может, все-таки вармин что-то и знают. Так, сейчас, буквально секунду. Ты один сейчас антимаг сверху скорее всего заберет, там всего 300 хп, если не сделаю туда ТП срочное, глиф есть, они могут попытаться огрызнуть. Уже делается срочное ТП от Куху. Как, кстати, англичане называют Куху? Не знаю, наверное, какой-то Кайсай, да, там что-то. Кайсай? Кайсай. Не, ну, у нас там свои названия, у них там постоянно свои названия, причем они могут быть абсолютно разными, они зачастую абсолютно разные. Один лишь хвост, везде хвост. Это причем, научили уже английских комментаторов, потому что он у них поставил, долго очень был Иксбок там, очень долго был Иксбок там. И даже Иксбиосити он был. Иксбиосити. Иксбиосити, конечно, хорошо, поможет им. А вот это вот, он, конечно, замечательно начал покупать поинт-бустер для аганима. Смотри, Эйр, БКП проживает. Иксбиосити надо не подставляться сейчас, главное, медведя зацепили, Муша тоже что-то бегает, носится просто так. ХП снять это очень приятно. Медведь, кстати, там действительно выходит в башер. У медведя есть новый медведь, если что. ХТ-1, ой, ХТ-3 Тауэр сейчас умрет. Заряжается банка, нет уже БКБ, а у Драгонайса. Сент-Кинг потрясающе залетает. Залетел, застанем двоих, всех убил. Антимаг пришел очень вовремя. Только сегодня мы вспоминали про Сент-Кинга, который редко решал игры, но вот тут Сент-Кинг отыграл очень классно. Отличный заход на хайграунд и 12-7 становится счет. Но это минус лайн. И вот он антимаг, вот он... Шеклшот так хорошо вообще залетел. Тут, конечно, шансов у Райзинг Старс нету. Ну и Оранжи, судя по всему, проходят в финал Рэдбул в ЕЦЛе. А их оппоненты... Кстати, во время этой игры у меня не было ни одного лага. Это радует. Обычно это замечаешь только под самый конец. Да, я просто боялся сглазить в этой игре. Не знаю, в следующей, я уверен, будет вообще катастрофа. Ну ладно, у меня все равно припасен твой стрим на всякий пожарный. И да, друзья, у нас, я думаю, сейчас будет перерыв. Ну, порядка полутора... Не полутора часа, хотел сказать, получаса, пока команды пересядут. Следующими... Следующей парой у нас будет LGDChina против команды DK, которые в последнее время удивляют всех и демонстрируют отличную доту. Ребята знакомы всем давно. Да, да, да. и Rising Stars могут и не знать, особенно Rising Stars. Но они же только Rising Stars, то есть они же еще... они восходящие звезды. А вот LGD, DK, это ребята всем знакомы из детства, наверное. Но на самом деле четвертое и третье место вроде как International у нас сейчас будут играть, прошлого International. Да, да, да. Там этому Вернингу 20 лет, 27 лет, старики, ветераны. А Rising Stars, я думаю, там 7 лет под максимум 18-20. Да, да, шкалата! Шкалата! Да, 20 лет шкалата, прям как я. Там только что такой шекл залетел через всю карту, получается, за медведя, медведь его рассумонил своему мишку маленького, а за маленьким... Ну, Rising Stars просто переворачивали. Ну, пытаются, пытаются они перевернуть сейчас. 4 безответных фрага. Ну, на самом деле, они уже без двух лайнов, и как только Orange соберутся с мыслями, они пойдут, я думаю, они легко могут завершить этот матч. Не без двух лайнов без зубов. У них Antimag без манты, сейчас ребята воскреснут из Orange и пойдут показывать кто в доме хозяин. Да, причем... Ой-ой-ой, посмотри, сейчас могут ведь забрать Рошана. Рошан, может быть, умрет даже от Rising Stars. Ты понимаешь, да, вот заявочка сейчас на победу. Тимаг сейчас продаст вот топорик. Вероятнее всего, да, нет, он Stick решил продать. Stick продать. Ну, фармить быстрее, там, все дела. Ну, и, кстати, манта у него уже, считай, есть. Ну, почти, почти есть, вот если бы он сейчас продал Пурманшилт, она была бы. Ну, сейчас сеншентов просто добьет, тем более с дабл дэмиджем это вообще не проблема. Пурманшилт-то можно продать там для ТП-шечки, например, слот освободить. Ну, тут, скажем, ТП-шечками особо не попахивает при таком прессинге. Либо ты выиграл, либо ты... Ну, то есть... Либо ты проиграл, либо ты еще можешь побороться, тогда уже купишь. Да, 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 ну, вот сейчас посмотрим, Antimag, да, закупая тебе... Идут в последний бой Orange. Или нет? чувак, вот она, медаль, вот она, медаль, после Арканов, уже когда играют, выигранная, медаль. Тогда она уже ничего не даст, почти уже, враги и так повержены, уже есть керасовая алхимика, настолько минус армон, что медаль никто и не заметит. И вот и забегают в смоке Rising Stars, последняя попытка, они могут ворваться на какого-нибудь нету с Иксом. Ну, кстати, они вот сейчас могут это действительно сделать, Никс, Кшекл отличный, супер, ты не очень. Так, пытаются еще засейвить Синкинга, его засейвили, да, он выживает, хороший подкоп, Икс, а тут же мертвый. И корни, а связочка опять, Аегис пропадает, как же нарезает на дверь саппортов, какой длинный удар сейчас получился через деревья. Ну, тут минус, да, тут антимаг вроде и ушел, но жить ему осталось, вот это так. Причем медалька, еще и демон-то брал. А у него же маны нет, вот это он не знал антимаг, что маны нету. Не, он просто только что в шаду демона разряжал. Замахнулся два раза на вард, увидел Синкинга без маны и испугался. Какой-то, да, действительно, странный этот антимаг, видимо, подумал, что не стоит вард, внимания, и алхимик пауза. немножко подождем, чтобы на этом лан-турнире, я, кстати, помню на Асусе, когда я был в Киеве, там по КСу оставался один раунд, просто до чьей-то победы, и свет вырубили. А там все ждали доту, ну, как это обычно бывает, все ждали доту, там сначала в поинт-бланке, там в танке, потом КС Го, как-то еще, ладно, более-менее, тут на последнем раунде вырубается свет, все такие, аааа, и вот сейчас это происходит в Китае. Но самое эпичное отключение света было все-таки на европейских финалах Intel Extreme Masters во время матча Cooler Strengths, да, 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 когда последние 28 секунд матча полностью делали репродукцию, тотальную, скажем так, чтобы все арморы, чтобы все появлялось по жесткому таймингу, и это было действительно эпично. Вот. Такого пока еще не повторялось в истории киберспорта, что вот настолько трайхардели организаторы. Так, ну и Алхимик раскручивается, дает колбу в антимага, антимагу больно, антимаг, правда, смонтой, но барак падает, и последний барак сейчас тоже, скорее всего, упадет, так что будут мегакрипы, непонятно, что ждут, как будто они надеются с мегакрипами победить. Ну, тут все, тут ГГ уже. Это уже третья игра все-таки. Вот из первой они ревнули довольно быстро. Вернулся, кстати, мантой от баночки Алхимикой. А тут же изоултил, делал даблкил этой ультой и гонит еще хайос на этом. Ну, что же делать? Ю Тьяо Ле. Причем Тьяо Ле переводится как прыгает. А, ну, тут написали ГГ, Орэнджи, они уже поняли, что их измором просто берут. Типа, да, достали вы уже. Дерг-денг. Дерг-денг. Так, ну ладно, друзья, в общем, я думаю, вы поняли, к чему это все дело все у нас пришло. 2-1 побеждает команда Орэндж, проходят они в финал. Я вот прям сейчас, наверное, покажу вам табличку. Один, тут, нет, тут не ноль, тут два. Нет, не так. Тут нет, тут не нави. Тут ничего нету. Какие нави? Отстаньте. Да, что ты будешь делать? Нави не хотят исчезать. Ну это лол, конечно, то, что у меня тут происходит. Вот. Я не могу. Короче, у меня тут нави ставятся в финале и все, и не хотят убираться. Нави? Их же тут даже не было. Так в том-то и дело, что их тут даже не было. Я сейчас просто напишу, какой-нибудь тут. Нет, все-таки нави хотят и все. Так, и что? А, lgdddk? Нужен ли я был тебе? Ну, конечно. Хорошо. Если ты не против. Я просто думал, что Аделат просто освободился, может быть, ты с ним будешь. Аделат где-то пропал. Он, походу, домой вообще уехал. Вот он какой, меркантильный. А как же идея, как же дота, которую он так любил. Так, ну, а, он, говорят там теперь. О, у меня тут нави теперь в другом месте показывает. Какие вообще нави, вы о чем? Боже, ладно, у меня тут таблица сошла с ума. Ладно, друзья, я просто пилю анонс, что у нас через полчаса ориентировочно в 10 CS, ну, тут как бы 40-38 минут получается, ну, ладно. LGD.CN versus DK. Все, Best of 3 серия, которая начнется совсем-совсем скоро. Тут я, может быть, буду какие-то видосы крокодайнеровские включать, еще какие-то рофлер-видео на нашем стриме, так что можете особо далеко не уходить или просто оставить звук, если что-то будет необычное, я думаю, вы услышите. Давайте услышим. А, что там, что там? Может быть, а, нет, ну, это я так, может, а я успею сыграть папочек? Ну, теоретически, да, но практически есть вероятность, что придется ливать, поэтому я вот, например, не буду играть, потому что я, я-то точно знаю, что... Я могу на фейке сыграть, например, смотри, и если там останется мало времени, ты... Хорошо, я тебе тогда в Skype сразу же напишу. Окей. Хорошо. Все, давай тогда, мужик, до связи. И вам тоже, зрители, до связи, услышимся совсем-совсем скоро. Спасибо.